Начинаем с конференцией, который был на 23-й футболе национальной лиги, в Кубани, в Санкт-Петербург. Ваш понимание, ваше понимание. Александр, почему, пожалуйста, Ваши комментарии? Для нас это очень важная победа, в связи с тем, что мы уже давно, уже около двух месяцев, забыли, как побеждать. Поэтому сегодня именно ребят просил, чтобы сыграли на результат. Если характерно по игре, то изначально выбрали такую тактику, что играть вторым номером, потому что в этом плане контроля мяча с Кубани нам тяжело конкурировать. В первом тайме, могу сказать, за исключение нескольких моментов, сыграли достаточно организованно, должны были забить больше одного мяча. Ну, а второй тайм, ну, удача где-то тоже на нашей стороне была, поэтому могу сказать, что где-то в конце нам повезло. Но это, опять же, не уморяет заслуги наших ребят, потому что еще бы эта победа нам очень была нужна и очень дорога. Простите, пожалуйста, на вопрос к Кулишу, если не ошибаюсь, он забил уже дважды, еще и первый матч, и сегодня. Думаю, такой удачный отслабание, это складывается, есть какая-то связь, какая-то случайность? Да нет, он просто делает свою работу, сегодня, скажем так, он непрямым ударом забил, там все-таки рикошет помог, а в те моменты, когда он должен был в первом тайме действительно забивать, к сожалению, у него не получилось. Надеюсь, что в следующих играх как раз уже будет непосредственно прямым участником забитых мячей. А так, ну, на все игры так настраивается, на каждой игре достаточно много моментов, к сожалению, не всегда он их реализовывает. Александр Васильевич, вы довольно поздно начали делать замены, вас устраивал ход игры? Ну, по идее, да, я видел то, что все ребята отдаются игре, и в такой игре очень тяжело как раз выходить на замену, потому что в такой игре достаточно тяжело попасть, но я могу сказать, что те ребята, которые вышли, пусть даже не намного, но видно, что все-таки в этом плане замена сработает. В дополнение вопрос, третий выездной матч за неделю, насколько тяжело было в физическом плане в команде? Ну, в таком графике-то вообще тяжело, три игры за неделю сыграть, тем более плюс выезда. Ну, ребята молодцы, могу быть, значит, и наша работа тренерская тоже, она, в принципе, идет в правильном направлении, в плане того, чтобы команда все-таки физически выглядит достойной на сегодняшний материн. Еще вопросы? С вопросом нет? Поблагодарим гостей. Спасибо. Я не ваше внимание, главный тренер футбольного клуба «Кубань» Евгений Калешин. Евгений Калешин. Сегодня можно сказать удачу, главного страны, гостей. Почерпим, тренер гостей, ну, наверное, объективно, если оценивать мяч, мы не должны были сегодня проиграть, но счет всегда проиграет. Если мы не смогли забить мяч, то мы не смогли этого сделать. К сожалению, первый тайм мы начали не очень удачным, потому что Саша Крещенко выпал из макер игры, как-то не пошел у него матч, несколько ошибок допустил, и в результате чего мы получили мяч с рикошетом. Потом мы сделали замену, и, в принципе, уже остальную часть матча, я думаю, что доминировали. Мы создали несколько моментов в первом тайме, во втором. Но, к сожалению, гол забить не смогли. Даже пенальтик был, Кикита не смог реликовать. Обидно, конечно, что так произошло, но это футбол. Футбольный нужен, чтобы мяч пересек лицевые имя. Поэтому поздравляю вас, соперник с победой. Мы продолжаем дальше готовиться к следующему матчу. Пожалуйста, вопрос. Евгений Игоревич, вот такое наблюдение за игрой. Постоянно на подачу угловых у нас шли два игрока, маляровка на валов, подавал либо тот, либо другой, розыгрыша не было. Почему именно вдвоем? Вы просто внимательно смотрите. Как раз были все домашние заготовки, они сегодня все, абсолютно все прошли. Азат бил несколько моментов, должен был забивать. Абсолютно все наигрыши, розыгрыши, это не значит, что это наигрыши. То есть можно и через подачу. То же самое домашняя заготовка внутри штрафная. Поэтому они сегодня абсолютно все работали. К сожалению, не смогли забить. Евгений, просто такой вопрос. Кажется, что то, что бы тенденция, но все-таки и предыдущий матч с Шинником, и сегодня последнего на решающего удара не хватает. Хотя в ЛСГ команда комбинирует. Можно сказать, что это чем-то не будет. В чем все эти причины? Ну, естественно, мне это не мастерство. Поставить точку, это всегда мастерство. Нужен момент, нужно время. Но это часть игры, часть мастерства. Пенальти это, конечно, удар, но может быть и удача. Потому что это стресс. Как мне тренирую пенальти, когда есть дефицит счета и стресса, то человек совершенно в любом состоянии. Малеров очень хорошо будет, очень. Он специалист. Но сегодня реализация поделана. В прошлый раз мы говорили, что Олбухов, скорее всего, отдадет. А только когда последний повар, но сегодня он вышел, там был все-таки некий риск, все-таки остановление. Ну, быстрее. Да, он потренировался с нами несколько дней. И когда мы в отъезде были, он эти дни тоже не даром, не терял их, занимался дополнительно. Мы посчитались и его состояние, что он позволял ему на 20-30 минут сыграть. В принципе, он сегодня хорошо вышел в игру. Несколько моментов обострил. Но, естественно, что невозможно за такой короткий промежуток набрать актуальную форму. Постараемся сейчас, чтобы он еще лучше состояние был перед следующим матчем. Большое спасибо. Спасибо.